Друзья, рад, что вы снова зашли ко мне на канал, начну с того, с чего обычно заканчиваю. Если у вас есть вопросы по Solidworks, буду рад вам помочь, обращайтесь или в комментариях к видео, либо можете написать мне на адрес электронной почты, который указан в описании канала. Так, сегодня мы поговорим с вами о опции в Solidworks, которая называется Toolbox. Toolbox дает нам инструменты, которые мы можем использовать в сборках, например, установка болтов, гаек, подшипников, многое другое. Находится наш Toolbox в Design Library. Опция Toolbox. Первый раз, когда вы заходите сюда, он попросит вас активировать его. Давайте немножко увеличим окошко. Итак, под Toolbox у нас есть все возможные стандарты, которые Solidworks поддерживает. Если нам нужен болт, созданный по японскому стандарту, нам всего лишь нужно зайти в японский стандарт, болты, выбрать болт, который нам нужен и вставить в сборку. Болт автоматически выберет нужную нам величину, в зависимости от размера отверстия, которое мы вставляем. В данной ситуации это М16, хотя отверстие у нас инчевая, это 3 четвертых инча, где-то 19. Если нам не нравится то, что я выбрал Solidworks, мы можем всегда немножко изменить здесь или в данном окошке. Из-за того, что это 3 четвертых инча, это примерно 19 миллиметров. У нас нету никакой опции между 16 и 20 миллиметрами. Поэтому нам Solidworks предлагает М16. Так, давайте вернемся в наш Toolbox. Поскольку отверстие я создал дюймовый, давайте будем работать в американском стандарте инчево. X-болт. Как видите, в зависимости от размера отверстия, Solidworks автоматически подбирает величину болта. Все, что нам нужно сделать, это выбрать его длину. Также в инчевых болтах можно поменять резьбу с шагом 20 оборотов на дюйм или 28 оборотов на дюйм. В данном случае нас это не интересует. Мы выберем данный болт и можно пройтись по всем отверстиям с данной величиной и вставить наши болты. Как видите, у нас есть много разных версий болта. Это не подходит. Отверстия у нас здесь 3,8. Но данный болт не производится с величиной 3,8, поэтому его и нету. Кроме шестигранных болтов есть очень большое количество других болтов. Например, вот такие болты, бабочки. Опять то, что удобно, не нужно выбирать... Очень удобно, не нужно мучиться искать эти болты. Они уже встроены в сам SOLIDWORKS. И очень легко вставляются. Конечно же, кроме болтов есть гайки, оу-ринги, шайбы. Шайбы также легко вставляются, как и болты. Огромное количество разных болтов, гаек. Давайте пройдем ногу по гайкам. Что-то я не попадаю. Поближе. Когда вставляете гайку, гаек автоматически видит размер болта и выбирает нужную резьбу. И так же очень просто вставляется. Так же можно поменять просто на более толстую гайку. И так далее, и так далее. Для того, чтобы настроить наш Toolbox, мы заходим в опцию настроек. Маленькое... Лого... Маленькая иконка с болтом. Здесь мы можем выбрать те стандарты, с которыми мы работаем. К примеру, я никогда не буду работать с японским и с корейским стандартом. Выбираем галочки. Сохраняем наш выбор. И эти два стандарта пропадут из нашего окна с выбором стандартов. Еще не сохранилось. Берет немного времени, поскольку нужно сохранить все болты, которые захоронены в стандартах. Еще секунду. И... Несмотря на то, что Solidworks у меня сейчас перестал работать, Ну, видите, то, что стандарты... Корейские и японские стандарты у меня... Пропали. Давайте зайдем... Обратно в наш тулбокс. Как видите, все еще нету корейского и японского стандарта. Давайте вернем их. И сохранить. Они появились. И они появились обратно. Также можно зайти внутрь самого стандарта и удалить компоненты, которыми мы никогда не пользуемся. Например, никогда не будем использовать шестеренки и звездочки, то можно просто удалить их. Можно удалить и они не будут показываться в стандарте. Также можно зайти еще глубже и удалить те компоненты, которые не используются здесь. Ну и наконец можно просто зайти еще глубже в опцию тех компонентов, которые есть и настроить наш здесь. И добавить или удалить те болты, которые мы не пользуемся. Также можно просто добавить сюда размер, которого нам не хватает, заполнив, нажав на плюсик и заполнив данную табличку. Кроме болтов, у нас также есть подшипники. И один из стандартов, к примеру, у нас есть каталог фирмы SKF. SKF это одна из самых больших фирм производителей подшипников. То есть вставляя сюда, вставляя в сборку подшипник из этого каталога, можно точно сообщить фирме, именно какой подшипник мы используем и купить его прямо из каталога. Ну что же, я надеюсь видео было вам интересно и полезно. Как уже говорил выше, как уже говорил в самом начале, если у вас есть вопросы, пишите комментарии под видео или на почту, которая указана в описании фильма. Увидимся с вами в следующий раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok